Россия – это нестабильный рискованный рынок. Адам Вальняк, РЗИЧС ПОСПОЛИТА, ПОЛЬША 20 марта 2018 года Объем польско-российского товарооборота начал увеличиваться, однако, до показателей прошлых лет все еще далеко, несмотря на то, что в прошлом году наметился динамичный рост экспорта на уровне 18,5%. Годом ранее этот показатель составил всего 1,9%. По данным Центрального статистического управления, в 2017 году Россия занимала седьмую строчку в списке стран, в которые поставляют свои товары польские компании. Объем экспорта достиг 6,2 миллиарда евро. Если доля России в польском экспорте составила 3%, то о Германии, нашего крупнейшего экономического партнера, 27,4%. О необходимости диверсифицировать рынки избыта говорилось уже давно. Возможно, 2018 год станет в этом отношении переломным, комментировал ситуацию Радослав Ярема. Радослав Ярема, директор польского отдела международной финансовой организации «Акцента». Благодаря своим размерам, сырьевым богатствам и потенциалу развития России могла бы быть страной, во взаимодействии с которой кроется больше возможностей, чем в сотрудничестве с Германией, однако, Польша экспортирует больше товаров, например, в Чехию или Голландию. После того как между Россией и Украиной вспыхнул конфликт, польско-российский товарооборот резко сократился. В 2015 году объем польского экспорта составил 5,14 миллиарда евро, то есть вернулся к показателям начала десятилетия. Проблему для польских компаний представляло не только эмбарго Москвы на продовольственную продукцию. Основной причиной сокращения объема экспорта стало снижение покупательной способности российских потребителей. В России приостановили большую часть инвестиционных проектов, а в результате уменьшилось количество заказов в ключевых для нас отраслях. Россияне стали покупать меньше станков, механического и электрического оборудования, транспортных средств, мебели, а также строительных материалов и других продуктов, использующихся при отделке помещений. Полгода назад Австрийский институт экономических исследований, УИФА, пришел к выводу, что с 2014 года Польша из-за снижения объема экспорта в Россию потеряла 3 миллиарда евро. В 2017 году в российской экономике наметилось оживление, хотя, как подчеркивают эксперты, оно имеет ограниченный масштаб. Как предполагает компания Уэллер Гермес, в 2018 году российский ВВП вырастет в годовом выражении на 1,9%, в 2017 рост составил 1,5%, в 2016 году ВВП снизился на 0,2%. Однако существуют факторы, которые могут помешать росту. Это, в частности, как слабость российской финансовой системы и перспектива ужесточения антироссийских санкций ЕС и США, так и общая геополитическая неопределенность. В феврале индекс деловой активности в России опустился с январского уровня 52,1 до 50,2 пункта. Возможно, это означало, что российский бизнес занял выжидательную позицию накануне выборов. В связи с этим экономисты дают крайне осторожные оценки относительно перспектив налаживания экономических отношений между Польшей и Россией. Представляется, что в перспективе нескольких лет доля России в нашем экспорте может вырасти до 5%. Однако сегодня сложно прогнозировать, удастся ли нам восстановить прежнюю позицию во всех отраслях, говорит главный экономист Польской торговой палаты Петр Сарачинский, Петр Сарачзинский. Ограничения в области поставки продовольственной продукции остаются довольно жесткими, а при покупке транспортных средств россияне выбирают сейчас, скорее, других продавцов. Неизвестно также, какое влияние на товарооборот окажет политическая напряженность на линии Россия, ЕС и Россия, Польша, добавляет Сарачинский.